В июле 1914 года, за месяц до начала Первой мировой войны, в Киеве вышел очередной номер легального и очень модного в среде интеллигенции журнала «Украинская хата». На его страницах можно было прочесть следующий текст, изложенный малороссийской мовою. «Любишь свой язык? Ненавидь язык врага. Услышишь вражеский язык из милых уст? Отрекись от них. Умей ненавидеть, когда речь идет об Украине. Мы должны оперировать одним словом – ненависть к ее врагам». Возрождение Украины – синоним ненависти к своей жене Маскальке, своим детям Кацапам, своим родителям Кацапам. Любить Украину – значит пожертвовать Кацапской родней. Зерна ненависти, посеяные еще тогда, обильно взошли ровно через сто лет, в 2014 году, когда именно проблема языка стала Бигфордовым шнуром, взорвавшим русский мир. Не случайно первым вопросом, поднятым на заседание Верховной Рады Украины сразу после майданного переворота, была отмена статуса русского языка. Тогда взорвались Крым и Донбасс, потому что понимали, когда мова начинает воевать с русским языком, вместе с ней приходит ненависть. Почему так сложилось? Почему во многих странах двуязычие не служит поводом для противостояния гражданских войн, а в русско-украинских отношениях стало роковым? Чтобы понять причину и разобраться в том, как появилась украинская мова и что в ней заложено, надо рассмотреть несколько вопросов и несколько фактов. Современные украинские историки, доказывая, что украинская мова существовала еще во времена Древней Руси, часто опираются на уникальный источник, на так называемые граффити, на стенах Древнего Софийского собора. На этих камнях еще тысячу лет назад русские люди выцарапывали свои имена, просьбы к Богу, благодарности и покаяния. Это потрясающий достоверный документ, который дает возможность представить, на каком языке говорили наши предки. «Господи, помози рабу своему Ставрове, недостойному рабу твоему». Михаил Убокий о грехом богатый писал «Господи, помози ему». А на хорах, там, где молилась великокняжеская семья, можно прочесть и такое «Господи, помози рабе своей Алисаве, Святополчей, матери русской княгини». Среди тысяч надписей, в которых, без сомнения, мы узнаем русский язык, есть и небольшое количество тех, в которых можно увидеть зачатки нынешнего украинского. Например, когда люди подписывались Петро, Марка, Данила. Это говорит лишь об одном – наши языки произошли из единого корня – старославянского. Но такое объяснение не устраивает радикально настроенных украинских историков. Они предпочитают историю подправить. И вот в учебнике «Ридномова» для шестого класса, изданного в четырнадцатом году, читаем. На первых монетах, выпущенных при князе Владимире, было написано «Владимир на столе и сей его серебро». К счастью, история сохранила для нас эти монеты. И можно в очередь увидеть, что на них написано по-русски «Владимир на столе, а сей его серебро». Малороссийское наречие, мелодичное, певучее, принято называть «соловьинную мовую». Оно веками существовало наравне с другими наречиями русского языка – псковским, новгородским, архангельским, московским. Местные говоры порой так отличались, что жители разных регионов Большой Руси не всегда понимали друг друга. Когда начало расширяться и укрепляться русское государство, проблема встала в полный рост. На каком языке вести дело производства, писать приказы, издавать книги, чтобы они были общедоступными. И тогда государь Алексей Михайлович Романов, при котором Малороссия воссоединилась с Россией, распорядился о создании единого государственного языка. Были приглашены ученые мужи из разных краев русского государства, в том числе из Малороссии. Над созданием общерусского языка, в числе прочих, работали киевские ученые-монахи Епифаний Славенецкий, Арсений Сатановский, белорус Симеон Полоцкий. При Петре I реформа языка продолжилась и снова с помощью Малороссов. Феофана Прокоповича, Стефана Яворовского. Созданный имя язык был одинаково далек как от разговорного великорусского говора, так и от малорусского. И при этом понятен всем. Если бы Александр I знал, чем обернется для России его любовь к Польше, возможно, он бы серьезно подумал, прежде чем допускать к российскому образованию польскую профессуру. Но тогда, после победы над Наполеоном, Александр Благословенный сделал любимой Польше пояснить царский подарок. В 1815 году подписал Конституцию царства польского, предоставив полякам права, которые в самой России ждали еще 90 лет. Поляки наводнили все русские учреждения, в том числе образовательные, и с годами ответили России черной неблагодарностью. Польская профессура воспитала первое поколение украинофилов, которые не мыслили любви к малорусской народной культуре без ненависти к России. Так, великоросс по рождению историк Николай Костомаров во время учебы в Харьковском университете, впитавший польские идеи, специально выучил малороссийский язык и создал тайное антигосударственное Кирилло-Мефодиевское общество. Из него в середине 19 века вышли столпы нынешнего украинства Тарас Шевченко и Пантелеймон Кулиш. Талантливый этнограф и писатель Пантелеймон Кулиш не был радикалом и со временем разочаровался в идеях сепаратизма. Дело его жизни – первый малороссийский алфавит, упрощенная письменность, которую прозвали Кулишовкой. Сегодня факт ее создания на Украине трактуют как проявление борьбы за независимость. Но сам Кулиш в письме священнику Якову Головацкому так объяснял причину, побудившую его придумать украинскую грамматику. «Вам известно, что правописание, прозванное у нас Кулишовкою, изобретено мною в то время, когда все в России были заняты распространением грамотности в простом народе. С целью облегчить науку грамоты для людей, которым некогда долго учиться, я придумал упрощенное правописание». Судьба Кулиша и его азбуки была трагичной. В 1863 году произошло польское восстание, которое охватило не только территорию Польши, но и часть земель Малороссии. Бунт был подавлен. При этом расследование показало, что немалую роль в разжигании революционных настроений сыграла народная литература, написанная Кулишовкой, которая распространялась по городам и селам Малороссии. Кулиш вдруг осознал, что его детище используются радикалами, как орудия борьбы с Россией. Это вызвало у прозревшего писателя искренний гнев. Он сообщает тому же Головацкому. «Я придумал упрощенное правописание, но из него теперь делают политическое знамя. Видя это знамя в неприятельских руках, я первый на него ударю и отрекусь от своего правописания во имя русского единства». Возмущение Кулиша разделяли и российские власти. При этом они видели проблему шире. Пропаганда сепаратизма велась не только в прямой форме, но и опосредованно. Так был изнан малороссийский перевод Тараса Бульбы, где всезначимые определения «русский» были заменены на «украинский». «Русская земля» на «украинская земля», «русский» на «украинец». Поэтому после подавления польского восстания с разницей в 12 лет были приняты сразу два указа в императорской России, ограничивающие распространение на территории Российской империи малорусского языка. Запрещалось издавать и ввозить книги, делать переводы с иностранных языков, ставить спектакли, преподавать на малорусском наречии в начальных школах. Причина такого жесткого решения в тот момент была всем очевидна. Необходимость погасить в Малороссии разожженный поляками огонь сепаратизма и русофобии. Среди многочисленных талантов императора Николая I был и такой. Государь владел малороссийскую мовою. В воспоминаниях его современников есть подтвержденный факт. В путешествии по югу России Николай Павлович увидел книгу Котлеровского «Вергилиева и неида» на малороссийский язык переложены и уразил желание прочитать ее в подлиннике. И неида Котлеровского была талантливой литературной шуткой, чего стоит только одно начало. «Энея буфпарубок моторный и хлопец хоть куда кузак». Произведение Тараса Шевченко государь тоже читал лично, прекрасно понимая написанное. И даже хохотал, дойдя до строк, где русский царь был представлен в самом неприглядном виде. Это была поэма «Сон» – произведение, конфискованное малороссийского художника и поэта при обыске, когда власти решили разобраться с Кириллом Мефодиевским обществом Костомарова. Имя Тараса Шевченко было хорошо известно в императорской семье. Государыня близко к сердцу приняла просьбу помочь талантливому самородку из крепостных. Она даже содействовала организации акционов, где собирали деньги на его выкуп. И Шевченко получил свободу. А также возможность учиться в Академии художеств на казенный счет. Но как он отблагодарил своих покровителей? Николай I недолго хохотал, читая поэму «Сон», когда он дошел до чудовищных, несправедливых строк, в которых восьмеивалась императрица, разгневался. И ее-то за что? А затем прочел доклад начальника третьего отделения Орлова. Шевченко сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он выражал плач о мнимом порабощении бедствиях Украины, возглашал о славе гетманского правления и прежней вольницы казачества и с невероятной герзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома, забывая в них личных своих благодетелей. Кроме того, императору доложили, что при обыске у Шевченко нашли целую папку отвратительных рисунков весьма непристойного содержания, а также яростных, полных проклятий стихов, не только антирусских, антимонархических, но и антихристианских. Именно тогда возмущенный Николай Павлович, увидев, как самородок распорядился своим божьим даром, собственноручно писал на приговоре, отправлявшим Шевченко в солдаты, без права рисовать и писать. Опального и сильно пьющего поэта забыли на долгие годы. Тем более, что литературный талант его уже тогда многие современники ставили под сомнение. Известно, что большинство его поэм, в том числе и знаменитого Кобзаря, правил кулиш, более одаренный и образованный. Умер поэт в 47 лет от алкоголизма и был забыт на целых три десятилетия. Но в конце 19 века в австрийской Галиции, куда переместился центр украинства, его снова подняли на щит. Именно тогда наследие Шевченко было серьезно переработано, отредактировано и дополнено грецидской профессурой, взявшейся за создание нового украинского языка и литературы. Так на свет появился украинский классик Тарас Шевченко. В октябре 1884 года известный украинофил и малороссийский писатель Ничью Левицкий получил письмо из Тифлиса. Оно было написано по-малорусски. Скромный гимназист восхищался творчеством живого классика и просил его стать своим литературным наставником. В письмо было вложено несколько стихов и рассказов. Гимназиста звали Михаил Грушевский. Так началась эта дружба, которая сыграла в создании современного украинского языка огромную роль. Ибо не поддержи Ничью Левицкий амбициозного юношу, возможно, судьба Украины теперь была бы другой. Пожилой писатель помог Грушевскому в публикации его довольно слабеньких виршей. Затем ввел в круги украинофильской интеллигенции. В 1894 году Грушевский переехал в австрийскую Галицию и принял активное участие в разработке нового украинского языка в рамках австрийского проекта создания Украины и отделения ее от России. Во Львове группа украинофилов во главе с Грушевским взялась за коренную переделку малорусского наречия. Цель была проста – создать язык, максимально далекий от русского. Русские слова заменялись польскими или немецкими. Более того, реформаторы взялись за исправление уже существующих произведений и нещадно полонизировали творения Кулеша и того же Ничу Левицкого. Писатель поначалу терпел и даже вежливо благодарил за исправление, а затем взорвался – выпустил брошюру «Кривое зеркало» украинского языка. Где назвал новый галицийский язык тарабарщиной и чертовщиной под украинским соусом, Ничу Левицкий не скрывал возмущения. За основу своего письменного языка профессор Грушевский взял не украинский язык, а галицкий говор со всеми его древними формами, вместе с некоторыми польскими падежами. К этому рисунку добавил множество польских слов, которые галичане обычно употребляют в разговоре. Получилось что-то и правда уж слишком далекое от русского, но вместе с тем оно вышло настолько же далеким от украинского. Профессор Грушевский не забыл обиды, тем более, что он был доволен результатом своего труда. Несмотря на то, что большая часть населения не понимала языка, на котором издавались теперь украинские газеты и журналы, у него появилось основание выпустить главный труд своей жизни. В восьмитомной истории Украины-Руси он доказывает, что украинцы это совершенно особая нация, обладающая своим древним уникальным языком и оторванной от России историей. Поквитаться с обидчиком Грушевский смог уже после революции, которая вознесла его на самую вершину. В марте 1917 года он возглавил Центральную Раду в Киеве, где вскоре была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Ничью Левицкий в это время находился там же и страшно бедствовал. От голода почти ослеп. Когда ситуация стала критической, друзья писателя обратились в Центральную Раду с просьбой назначить 80-летнему классику малороссийской культуры хотя бы крошечную пенсию. Ответа немощный писатель так и не дождался и умер от голода в богодельне. На момент смерти у него оставалось только нижнее белье. А Михаил Грушевский с энтузиазмом продолжил укранизацию бывшей Малороссии уже в Украинской ССР, неожиданно воплотившей все его мечты. В 1925 году всем предприятиям, учреждениям УССР в приказном порядке было предписано перейти на украинскую мову. Малороссии малорусского наречия официально больше не стало. А вот откуда корни нынешней украинской трагедии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну согласна. Добро пожаловать. Вы знаете, сколько стоит? Придент не станет большой. Вы знаете, сколько стоит? Вы хотите, сколько стоит в магазин и купите продукцию на один день? Ну, если это так, то нет, то есть, что... Это тысяча, это минимум, максимум, может быть, даже все три. А вот и дети, которые, матери, которые воспитывают детей. Ну, понимаю, поэтому мы сейчас вот целую программу поддержки семьи с детьми. И, конечно, бухгалтерский учет. Неструдно учить, потому что это все-таки тот предмет, который для меня просто, по непониманию, он просто не прост. Он сложный. Сложный. Я, конечно, стараюсь. Вот. Но мне очень часто главное пользовать, потому что мне нашли отехло в основном. Я все-таки стараюсь учиться. Не отчаивайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Но у меня еще дали на вторую группу, и я вот не представляю, вот у нас парень вместе с нами, учится, Дима зовут. У него пенсия, там пенсия, там пенсия, у него третья, у меня вторая. Знаете, какая у него пенсия? 3800. Я понимаю. Вы сами могли прожить на такой пенсии? 3800. Ну, конечно. Почему? Это потолок. Больше не платит. Ну, конечно. Ну, конечно. Это происходит из-за того, что рискотеть дополнительные, так, опыты, рекомендации, дорожественные семьи. Конечно, на эти деньги не хватает. Но государские знают, потому что в этом состоянии. И вот реально он ему помогает, мама, если бы ни мама, ни папа бы не было. Да, вот это ведь. Здравствуйте, люди. Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через две недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства. Прекрасно знаю, что ни одного врача в поселке нету. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нету. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас стул, нетаз есть, коляска есть, добрые люди подарили. Но на улицу мы не ходим, так как живем на пятом этаже, мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванны. С горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Спасибо.